Наука, она развивается таким путем, что есть некая основа, которую там впервые получают, ну вот нашли пятикантропа, неандертальца, кроманьонца, да, а дальше начинаются усложнения и действительно находят все новых, новых, новых. Но замечательнейшее свойство антропологии в том, что мы с одной стороны узнаем много-много всего нового, а с другой стороны, главная, основная концепция не особо-то, что и меняется. Это даже свою проблему создает для антропологов, по большому счету все главные идеи о происхождении человека появились еще в 19 веке, то есть немцы в 19 веке изобрели вообще все на свете и придумали много-много версий, другое дело, что у них было мало фактов и они много сочиняли, а в последующем, с появлением новых данных уже костей, всяких там орудий и прочего, некоторые версии оказались бредовыми и были отвергнуты, а какие-то оказались правильными. И это в своем роде, как я уже сказал, проблема, даже была не так давно конференция, по-моему, в Америке, что ли, главным вопросом которой было, а куда двигаться дальше в антропологии. То есть мы по большому счету все как бы уже открыли, главная последовательность этих предков у нас есть, и осталось открывать вот этих хоббитов каких-то непонятных, ну, какие-то края земли, где на каких-то островах, на горах, там, бог знает, в каком-то болоте, там сидели какие-то гоблины. И по-своему они, конечно, прикольные, то есть, ну, забавно, да, там можно какие-нибудь мультики снимать, но как бы наши предки, они уже вот есть. То есть, в принципе, по большому счету можно писать там толстые книжки, поставить на полку и любоваться на них. В 30-е годы в Израиле были раскопаны пещеры Табун и Схул, и там в Схуле были найдены кости людей, которые уже тогда были озвучены, как вероятные метисы неандертальцев с сапиенсами. И вот с 30-х годов до сейчас, в принципе, ничего принципиально не поменялось. Как город их там откопало, так вот они до сих пор все те же самые метисы. Другое дело, что появляются новые методики. Тогда это было предположение на основе костей, а теперь у нас есть палеогенетика. И всегда приятно, когда новые методики дают ту же самую картину. То есть, когда мы независимыми способами получаем ту же самую информацию, ну, значит, это оно так. Она сейчас развивается, она не вчерашняя, она сейчасшний день. То есть, она на ходу развивается, правда, в этом есть тоже свои минусы на самом-то деле. Как всегда, в момент возникновения науки возникает масса возможностей, а что из них правда, проверить пока невозможно. Вот, как я про немцев говорил, да, в 19-м веке, они много-много нам предполагали, что-то оказалось правдой, что-то оказалось бредом. Так же и сейчас с палеогенетикой. Возникает куча методов, некоторые наверняка окажутся чужью, некоторые классно работают. Предположение, часть опровергается, это прекрасно видно по статьям самих этих палеогенетиков. Ну, например, та же самая метисация с неандертальцами. Первые данные палеогенетиков про неандертальцев говорили, что никакого смешения не было вообще. Вот нет, нет, не было точно, мы доказали. И когда я, например, вот кандидатскую диссертацию защищал, для меня это было проблемой. То есть, я вижу по черепам, что была метисация, палеогенетики говорят, не было. Защитился я в 2004, там, января, ну, 2003. Недавно, в общем-то, было-то. И потом, когда я уже защитился, да, бац, они открыли, что была такая метисация. Надо же, кто бы мог подумать. То есть, в 30-м году там все это еще МакКоллан, там, кисы описывали, да. Потом, ну, много еще много там, кто про это писал. Там у меня в диссертации, в частности, но я там далеко не первый. А потом генетики открыли, что была метисация. Другое дело, что палеогенетика, я говорю, это независимый метод. И они могут это посчитать в циферках. То есть, одно дело, когда я говорю, что, ну, вот есть череп, совмещающий признаки, да, наверное, метис. А они прямо говорят 2%. И более того, сейчас уже дошли до того, что могут сказать, какие признаки конкретные, может быть, нам достались от этих неандертальцев. Правда, поскольку, опять же, наука-то в процессе создания, они периодически сами себя опровергают. Ну, например, первые данные по цвету кожи, волос и глаз неандертальцев из Монтилисини или из Эльсидрона, там были 2 неандертальца, показали, что они с большой вероятностью были рыжие и светлокожие. И все стали сразу изображать рыжих светлокожих неандертальцев. В том числе, я, например, когда писал книжку «Байки из Гротова», я вот художникам давал задание «рисуйте неандертальцев светлыми», потому что генетики доказали. Только выходит от моей книжки, ну, и на самом деле не только я, там все кому не лень такое же делали, тут же генетики показывают, что на самом деле все другие неандертальцы проверенные попали в генетики, все были темнокожие, темноволосые. А еще чуть погодя, там через полгодика выходит статья, что теми методами, как они делали и первый, и второй анализ, вообще нельзя цвет кожи, глаз определить, елки-палки. То есть нет сомнений, что в ближайшие 10-15 лет это все устаканится, и палеогенетик станет уже такой надежной наукой, но пока еще не очень. Есть критерии вполне такой объективные, как это можно проверить. То есть если, например, с помощью этого метода можно определять преступников, например, да, то есть когда это в быту будет применяться, там, по анализу ДНК, мы определим, на что похож преступник. Там сделаем фоторобот, да, его поймаем. Вот, значит, тогда работает. Тогда мы и при неандертальцев сможем сказать, какой они там были цветы. Сейчас пока вот как бы мечется эта наука, а палеоантропология такая классическая, ну, которой я занимаюсь, морфология, там вот есть проблемы, что-то совсем новое изобрести довольно сложно, вот, но можно. У нас есть, он называется как-то Центр судебно-медицинской экспертизы, как-то так, ну, я не прочусь за точное название, что-то в этом роде. И там есть прямо группа, которая по найденным где-нибудь там в оврагах черепам делает портреты и определяет, и они как бы узнаются. Другое дело, что сейчас у криминалистов, всех этих там следователей есть куча других способов, в принципе, они могут и без этого портрета это все найти. Но это тоже используется, это в практике применяется. И, собственно, если мы восстанавливаем современного человека, что бы и неандертальцы не восстановить? Есть такая тонкость, что наука, она по определению развивается. Герасимов, например, свою методику разрабатывал в 40-е годы еще, ну, а начал, по-моему, даже в 30-е, ну, и там книжки написал уже там в 50-е, по-моему, и сдал. Ну, то есть, это было, мягко говоря, давно, и с тех пор наука на месте не стояла. У него были последователи, ученицы, там, несколько поколений уже практически, которые это развивали, и появились новые методы. Вот сейчас, например, совсем буквально недавно появился метод, как узнать, была приросшая мучка уха или не приросшая. Не то чтобы там надежно это делается, но предположить с большой вероятностью можно, и, в принципе, работает. А Герасимов не умел так делать, а сейчас появилось. А если говорить про дарвинизм в целом, да, ну, Дарвин, когда жил-то, здрасте, там, уже 150 лет прошло. Ну, так что понятно, что с этого времени появилось много всего. Ну, Дарвин, например, вообще ничего не знал про гены. Ну, по определению, там, слова такого не было, да, про мутации, ДНК, РНК, нуклеотиды. У него в голове такого не было. У него была некая наследственность абстрактная. А теперь мы знаем. То есть, Дарвин, на удивление, в общем, не соврал в той части, о чем он писал, но у него не было огромного комплекса знаний. У нас теперь есть. И нет никаких сомнений, что еще через 50 лет. Все будут про нашу науку говорить, ну, елки-палки, там, 21 век, да, или там, 20-й. Ну, вот дикари, да. А вот мы-то теперь, ого-го. Ну, для этого мы сейчас должны немножко напрячься и это ого-го обосновать. Основать. Я, честно говоря, даже и не следил. Если вот как бы изнутри смотреть, ну, вот я сотрудник кафедры антропологии, да, и общаюсь там с другими преподавателями. Да всем плевать, если честно. То есть, то, что вышел какой-то там приказ на индивидуальном уровне, это не повлияет ни на что. Ну, как человек там был в какой-нибудь зарубежном границе, он все бросит, как бы, и убежит. Если у него есть знакомый какой-нибудь зарубежный следователь, он там с ним переписывается, ну, и будет так же дальше переписываться. Всегда у нас в стране, как бы, все это компенсируется необязательностью исполнения. То есть, это, конечно, потенциально можно вдруг там репрессию против кого-нибудь там что-то такое учинить, но на практике не было применения ни разу, насколько я, по крайней мере, знаю. Наука, в принципе, практически никогда не бывает какой-то узконациональной, ну, разве что это, если касается, я не знаю, там… Безопасности государства. Или безопасности государства, или какой-нибудь там поэзии на языке там каком-то суперэкзотическом, да, ну, какое-то то, что интересно, только маленькой кучке людей. Если это такая маломальски широкая наука, ну, она по определению международная, то есть, допустим, в той же вот антропологии, ну, за что я могу бы говорить, да, есть области, в которых зарубежные исследователи намного круче наших, да, есть такие, где и наши очень даже, ну, вот ту же реконструкцию лица по черепу круче, чем веселовская наша, никто не делает в мире вообще. Вот, они могут делать красивше, то есть, такие вот блестящие, чтобы там с завитушками волос, да, ну, впечатляло, а по достоверности все равно она делает лучше. Так что есть области, где мы вот, ну, ни разу не отстаем, тоже там рассоведение, моя любимая тема, да, она фактически сейчас как область науки рассоведения есть только у нас. Ко мне приезжала один раз знакомая, ну, в гости, ну, она как бы наша, но в Германии вышла замуж, и у нее муж палеонтолог, немец. Он приехал, когда у меня с полочки взял книжки, которые я вот по рассоведению писал, он сказал, да, говорит, у нас бы такое издать было нельзя, ну, там черепа, а они, да, с водой выплеснули ребенка. То есть, просто уже констатация отличий приравнивается к расизму. Ну, почему, если я фиксирую, что вот эта сторона стола светлая, это темная, это не расизм. А если я констатирую, что вот в Африке живут с темной кожей, а я со светлой, это уже расизм. Вот расизм, он рассоведению диаметрально противоположен на самом-то деле. То есть, цель расоведа, ученого-антрополога, просто зафиксировать разнообразие человеческое. И, как в любой области биологии, у расоведа нету цели навесить туда какую-то оценочную сторону, что вот это хорошо, это плохо, там такая-то ширина носа, там высота лица, там еще что-нибудь такое. Вот хорошо-плохо, этого нет в расоведении. А в расизме, ну, который часто как бы прячется под словом «росология», есть такое слово замечательное, в кавычках, естественно, там вот цель как раз навесить оценочность, что вот так хорошо, а так нехорошо. Самое удивительное, что расизм есть везде. Мне вот рассказывали, в Таиланде есть расизм. То есть, для нас как бы, да, ну, даже антропологи там не факт, что отличат вот этих разных таиландцев, которые там посветлее, побелее, да, там попрямее волосы, поволонистее, а они это на ура. И для них это прям вот, то есть, на социальном уровне, там человек с такой-то там кожей и волосами, он никогда не будет там алмальским начальником, например. Вот Таиланд, пожалуйста. Мне то же самое про Канаду рассказывали, хотя там вроде политкорректность, политкорректность, но все равно работает. В Африке где угодно. Ну, министр обороны-то да, а вот мне рассказывали, как они относятся к индейцам остателям там. И самое замечательное, что именно расоведы могут с этим только бороться. А когда политкорректность приводит к тому, что исчезает расоведение, как дисциплина, тогда некому объяснить, почему оно так не работает, почему расизм это плохо. И сейчас вот США, например, в эту ловушку прекрасно попались. То есть, они запретили, по сути, область науки, и расизм светел пышным светом, потому что, ну, расизм, он возникает сам собой. И ничего не надо делать, чтобы он возникал. А если еще хоть чуть-чуть там подогревать, то на ура. А расоведов нет. И все. И у нас, кстати, тоже все это на грани, потому что у нас расоведы есть, но их очень мало. Ну, то есть, прям вот там на пальцах. Вот не исключено. Держимся. Ну, я сам как бы не то чтобы расовед, но есть другие антропологи. Пока еще держимся. Ну, я, например, вот преподаю расоведение, лекции читаю в пятницу в МГУ. Ну, этому есть что противопоставить. Можно популяризовать науку, чем вот я в последнее время практически исключительно уже и занимаюсь. Ну, кроме того, что работаю в МГУ и в двух школах. Все оставшееся время, ну, вот здесь, сейчас, в данный момент, например, да, и каждый день, и завтра, и там любой другой день, можно людям объяснять. И чем больше людей будет склоняться все-таки на сторону сознания, да, рационального мышления, тем, может быть, будет лучше, и, может быть, не все пропало. Студенты идут, но небогато. То есть, кафедра антропологии, она вот последние, там, не знаю, 20, наверное, лет, она маленькая. Вот в последнем году у нас набор было две штуки студентки. Вот в этом году еще не было распределения по кафедре, но, я думаю, примерно такое же будет. В предыдущем было три, по-моему, там тоже было две, ну, где-то так, там, две-три штуки. Когда я учился, у нас было там тоже то двое, то трое, ну, там, кто-нибудь там отчислялся, кто там зачислялся. Но, с другой стороны, может быть, больше и не так уж надо, потому что самих контор, институтов, да, всяких музеев, где бы мог работать антрополог, у нас в стране немного. Ну, хорошо, чтобы их было больше, но вообще как бы не сильно. Там академия наук, МГУ, там еще где-нибудь, но вообще немного. И если, ну, производить много антропологов, ну, куда же их девать? Тоже не очевидно. Но есть, то есть, теплится пока еще наука. И так вот, жизненная практика показывает, что воспроизводство работает. Ну, я всегда пример привожу. Например, у меня моя учительница Елена Николаевна Хрисанфова. Она за всю жизнь подготовила, ну, сотни, наверное, специалистов, да. Но такой прямой ее научный потомок, я фактически один. Ну, чтобы вот она моя учительница, да, и я там защищала диплом, еще там курсовую даже, и там все на свете, как бы под ее руководством. Вот она рождение там 27-го, по-моему, года, и за все вот это время я как бы один потомок. А она была, ну, таким научным потомком Бунака, например, да. А Бунак Анучина, а Анучин Богданова, а Богданов первый антрополог у нас в стране вообще. Вот как бы, ну, это середина 19 века. Но я говорю, что это все по пальцам перечитать. Богданов, Анучин, Бунак, Хрисанфова, я. Да, пять штук. Ну, вот, то есть, на самом деле, вся наука, она не такая уж у нас старая. Вот хотя, вот в 2019 году, например, кафедра антропологии отпраздновала столетие. Тоже по-своему хорошо. Ну, не такая уж и молодая. И воспроизводство есть. То есть, в принципе, работает. Тут, кстати, я бы не сказал, потому что наша страна в антропологическом смысле изучена лучше многих. И даже лучше всех, может быть. То есть, еще лучше, ну, я не знаю, может быть, Япония. И то благодаря нам. Была чудесная история, когда после Великой Отечественной войны у нас вдруг неожиданно оказалось много японцев в стране. В лагерях для военнопленных. И когда их уже пришло время отправлять обратно в Японию, наши антропологи как-то задумались над этим, что такая возможность вообще. Когда пошли буквально-таки в Кремль, постучались в ворота и сказали, там, товарищ Сталин, можно мы изучим японцев? Можно, сказал он. Вот. И у нас есть книжечка теперь «Антропология Японии». Там Левин с Рогинским измерили какие-то там тысячи, по-моему, людей. Причем это все мужчины, все одного возраста, из всех префектур Японии. Про всех все известно досконально, потому что, как бы они скрыли, уникальнейшие исследования в мире, таких других нет. И наша страна изучена вдоль и поперек. То есть, антропологи за советское время прокатились везде, где только можно. То есть, у нас есть, конечно, отдельные народы, до которых там что-то не добрались, но это народы из серии, когда их там 200 человек. Есть такая проблема, что, во-первых, у людей совершенно фантастическое представление о интервалах времени. Даже студенты после курса лекций, когда им все это разжевывается, и там презентации, книжки, методички, там все на свете, все равно путают годы, тысячи лет, сотни тысяч лет, миллионы лет, миллиарды лет. Вообще до лампочки. И про географию я вообще молчу. Равно и понятие русский, сапиенс, человек, это все как-то христианин, православный, все до кучи обычно мешается. Ну, есть просто базовые понятия, и надо и в голове держать. Окаменелости – это обычно все-таки где-то начиная с 10 миллионов лет, или, может, чуть поменьше, 5 миллионов лет, 3 миллиона лет. Какие русские вы что? Нет, в самом таком смелом исполнении, вот сейчас есть особо такие бодрые антропологи, начинают отчитывать с 300 тысяч лет. Но если посмотреть на эти черепа 300 тысяч лет недавности, ну, я как антрополог и не вижу, чтобы это сапиенс. То есть, если бы сейчас такого выставить как бы посреди толпы, да, ну, все бы шарахались от него просто. И если он вообще ни разу не похож на современного человека, ну, почему бы мы его должны считать сапиенсом? Ну, это такой, в своем роде, такой боковой эффект от, побочный эффект от политкорректности все той же самой. Но, объективно, такие люди, чтобы от нас не отличались, это 50 тысяч лет. Самые старые этносы, которые нам известны вот по названиям, ну, это шумеры какие-нибудь, ну, чтобы письменность была, да, а древнее, что мы там знаем-то, у нас письменности нет. И еще есть такая проблема, что почему-то у многих людей в голове сидит гвоздем, что чем древнее, тем лучше. Поэтому, если я докажу, что я самый древний, я самый хороший, то ты проконсул. Как бы, если тебе, там, 10 миллионов лет, то здрасте, вы проконсул. Если древнее, это не значит, что это лучше, это просто древнее. И у любых современных людей, неважно, там, австралийские аборигены, какие-нибудь там тупи-гуарани, французы, башкиры, да по парабану абсолютно кто, зулусы, у всех количество предков примерно одинаковое. Если мы начнем отчитывать, там, от какого-нибудь этого летописного проконсула, да, который жил, там, 18 миллионов лет назад, например. Ну, как бы, у всех количество потомков этих предков, в смысле, одинаковое примерно. А самоназвание народа, ну, у разных народов по-разному образовалось, да, у узбеков в одно время, и там даже известно более-менее, там, какой-то хан узбек там был, допустим. Да, у кого-то более поздние какие-нибудь канадцы, понятно, образовались вообще там, сколько там, 200 лет назад, наверное, если не меньше. На самом деле, в каких-то достижениях конкретной группы людей, ну, это как бы классно, да, но нету преимущества этой группы людей. Ну, то есть, они молодцы, конечно, что этого достигли, но в какой-то момент наши предки, да, были дремучие, в шкурах, с каменными молотками какими-то, но это просто факт. Это как бы не значит, что мы должны им там стыдиться, как-то гордиться, они просто были. У всех современных людей в каком-то там отдаленном прошлом были предки в шкурах и с каменными молотками, это просто факт. Ну, мы еще, допустим, сейчас была ситуация, как-то, скажем, там, 50 тысяч лет назад, когда действительно было несколько видов на планете, ну, такое фэнтезийное как бы время, да, когда там орки, гоблины, тролли, гномы, люди, эльфы. Вот тогда было что-то похожее, ну, только там не эльфы были, а неандертальцы. Сейчас все вот эти сайпинсы, по большому счету, там, вариация на тему, ну, там, плюс-минус, туды-сюды. Вот, и возвеличивать себя, удревнять, а мы там 200 тысяч лет назад. Зачем? Ну, то есть, у всех были предки 200 тысяч лет назад, а у кого их не было. Остальные, что, с Марса свалились, как бы, 5 лет назад. К любому народу относятся абсолютно, потому что мне такое рассказывали про башкиров, про киргизов, про, там, чуваши, про ингушей, про кого угодно абсолютно. Это, ну, самое главное, что большинство-то людей, на самом деле, адекватные. Ну, слава богу, школьная программа у нас еще пока достаточно грамотная. Ну, если учебник читать, учебники, на удивление, много всего есть. У меня есть дома учебник, ну, как учебник, книжка «Антропология украинцев», так называется, начинается с крымских неандертальцев. Почему нет? Это еще до Майдана. У меня есть книжка, равным образом в Чуваше я купил. Ну, я не особо, как бы, в магазине всматривался, смотрю, там, происхождение чувашского народа, думаю, здорово, ну, где такое найдешь. Там тоже с неандертальцев начиналось. Вот прям Чуваши из неандертальцев появились все, и, причем, они раньше всех, само собой, появились. Причем, одновременно, они же, как бы, еще и гунны, и еще там что-то. Причем, они не то, что, как бы, из гуннов возникли, или гунны как-то участвовали, а они прямо-то и есть гунны. То есть, они же одновременно еще и неандертальцы, то есть, это уже такая, ну, уровень шизофрении. На самом деле, сам это, на мой взгляд, вот интерес для любого народа, да, видеть, что с какого-то момента народ оформился вот в таком более-менее современном виде, а до этого у него предков-то было много, то есть, практически нет на планете народов, у которых бы предки были прямо-то однозначно одни, там, до скончания времен, да, там, от Адама. А любой, практически, народ, он в себя включил, что такое можно. Это только если на каком-то изолированном острове, вот какие-нибудь фандаманские аборигены, они, там, 50 тысяч лет, да, сидели на этом острове, и там, вот они чистокровные, может. Ну, во-первых, там, мало чего про них известно, да, и мимо, там, пираты-то проплывали всякое, уж по Индийскому океану, зато вперед, и там, они и те митиссированные. А если брать какие-то материковые народы, они, там, столько раз перемешаны, и в этом-то самый интерес, что любой народ, там, неважно, русские, там, чуваши, там, абсолютно, надо лампочки, они все включают в себя разные элементы, да, как бы, в этом же самое-то смак и есть, это-то и этим надо гордиться и интересоваться, и это изучать. А возводить себя однозначно, вот, мы, там, шумеры, да. Проблема, главное в том, что у большинства людей упрощенчество все-таки срабатывает, то есть, и эрудиции часто не хватает, и, как бы, проще мыслить несколькими банальными какими-то вещами. Вот, мои предки гунны, да, а мои скифы. В какой-то момент я даже, если кто-то хочет, может зайти ко мне во ВКонтакте, где-то на странице у меня висит, написал такую заметочку о том, как я понаехал в Москву. Ну, и вот, начиная, там, с каких-то этих пургатуриусов, которые, там, 65 миллионов лет назад жили, кто куда понаехал, вот, для своих предков я примерно раскидал. Они меньше исследовали, потому что у них не было такого количества антропологов, как у нас. Парадокс в том, что индейцы сами фактически это уничтожают, как бы, свою культуру. То есть, они и палеонтропологический материал уничтожают, и этнографический материал они стребуют из музеев и уничтожают просто, и запрещают исследовать их самих. Ну, как бы, товарищи, вы вымрете, про вас никто ничего не узнает. Грусть тоскакает, что Америка – это вот прямо… Америка и Австралия ещё такая же. Вот это… Они чересчур политкорректны. То есть, вначале они там всех истребляли со страшной силой, потом чуть-чуть изучали вот в 20-е, 30-е годы. Ну, вот в Америке, в США хридличка, допустим, был. Вот почти всё, что мы знаем про индейцев антропологически – это хридличка. Один человек фактически. А потом всё, снова политкорректность. Ну, не снова, а… Вот, смотрите, в Западной Европе, допустим, в Германии, Франции археология появилась чуть раньше. Ну, они там больше строились, как дорог, там, что-то копали и так далее. И они ещё в конце 19-го века, в начале 20-го, раскопали практически всё. Раскопали кое-как, потому что методики тогда по определению не было. Ну, то есть, методика появилась в этом процессе, но они убили эти памятники. И теперь они приезжают к нам куда-нибудь в Костёнке, в Воронеж, потому что у них уже там не особо есть что копать. А у нас есть что копать. Поэтому мы дольше чуть-чуть раскачивались, мы тщательнее всё это делали. И, ну, просто у нас страна, да, больше там в 10 раз. Поэтому у нас есть что копать. И не надо стараться раскопать всё срочно. Мне вот регулярно, допустим, пишут там во Вконтакте, а я вот что-то такое нашёл, приезжайте скорее раскопайте. Да пусть лежит. Ради бога. И следующие поколения учёных будут располагать новыми методиками. Вот сейчас, допустим, появилась методика добывания ДНК просто из земли. Просто из почвы, да, и узнать, кто там жил, там, Нандертальц или Сайпинс или кто-то там ещё. А 20 лет назад не было такой методики, даже 5 лет назад её не было. А через 100 лет, мало ли, что там ещё будет. Может, там каждый чих можно будет установить. А мы сейчас это раскопаем, и всё, этой информации не будет. Да пусть лежит. Сейчас грамотные археологи, они специально недораскапывают куски стоянок, городищ и всего прочего, чтобы оставить следующим поколениям. Это нарочно делается. Поэтому наша вот эта недоисследованность, это плюс огромный. Нам всегда есть чем заняться. Иногда даже видно, как они вот двигались на этом конкретном месте. Вот, допустим, сидел человек, делал орудие каменное, щёлкал там этим бложником по-другому, да. Во все стороны летели очепы. Если их тщательно зафиксировать, можно буквально взмахи рук фиксировать. Или, допустим, он стоял на коленях и бил этот кремень. И у него кремнии вокруг коленок легли. Он встал и ушёл, и мы видим, как у него коленки лежали. Сейчас масса археологов сами учатся делать орудия, чтобы понимать, почему они делали так. Вот почему он именно тут ударил, а не здесь. Оно уже чем-то объяснялось. И интересные вещи выясняются. Ну, а там ещё методик всяких появляется масса-масса. И вот я говорю, что мы видим, что методики появляются на глазах. И нет сомнений, что они будут появляться и дальше. Нам не надо раскопать всё. Поэтому то, что у нас много неисследованных территорий, так это же здорово. Кто копал копья, кто копал ямы, кто там сверлил бусы, кто там тесно общался с какими-нибудь, не знаю, козами. Оно видно по костям. Не, ну я бы не сказал, что он был упитанный. А упитанность по костям, к сожалению, не видна. Вот это минус. Вряд ли он был упитанный. Потому что он действительно как-то, видимо, не особо ел мясо. А что можно ещё есть, живя в ледниковом периоде, для меня некоторая загадка. Я даже специально смотрел, что в принципе-то там могло водиться какие-нибудь кобылки, моллюски. Но там тоже особые речки, там это Сунгирь, такой ручей, там ни о чём. Не факт, что там эти моллюски есть. Но как-то вот ел. Какие-то корешки, наверное. Ну, на самом деле, с предками уже ничего не происходит. Они уже частично умерли, частично стали нами. Так что с предками всё прекрасно. Их потомки мы. И мы, заметьте, потомки самых лучших предков, которые, собственно, победили. Мы потомки победителей. На самом деле, вот то, что вы изложили стадиальную концепцию, что Адам, Яков, там, 5-е, 10-е, вплоть до каких-то начал. И вот начал. Неспроста такая концепция в науке, в общем-то, была. Потому что надо понимать, что в 19 веке учёные, создававшие вот эту всю эволюционную теорию и антропогенез, как раздел науки, они имели религиозное образование и религиозное воспитание. Поэтому в голове у них вот эти все Адам и Яков, они так были гвоздём, в общем, вполне себе. Поэтому у них и было представление, что должны быть ступеньки. Это не только к антропологии относится. Ну, та же лестница существ, там, у Линея, да, а до этого ещё там у древних греков, там, у Аристотеля какого-нибудь. То есть, вот были такие зверюшки, из них произошли такие зверюшки, из них такие зверюшки. И более того, в общем, так оно и было. То есть, действительно, были прямые линии предков. Другое дело, что эти линии гораздо бодрее ветвились, чем раньше казалось. Потому что, кроме прочего, в 19-м, начале 20-го века мышление было сугубо европоцентричным. С точки зрения французов, конечно же, люди произошли во Франции. Там нашли кого-нибудь там проконсула, значит, он как бы во Франции возник. Немцы нашли неандертальца у себя там в Неандертале, значит, люди произошли там, вот от этого конкретного прямо-таки неандертальца. Англичанам долгое время не везло. В некоторый момент они даже так отчаялись, что кто-то из них сделал себе такого поддельного предка. Это вот история с плейдаунским человеком. Ну, собственно, англичане единственные, кто до этого докатился. Которые стали подделывать. Ну, не стали. Один раз такая, собственно, история и была. Но зато такая, да, что до сих пор все пинают антропологов и говорят, вот у вас там все подделано. Ну, это один череп, этот сомнительный был с самого начала. Если почитать, кстати говоря, допустим, книги наши, тех же времен, там, 39-го конь года, допустим, Виктора Валерьяновича Бунака, там у него написано, что, ну, какая-то находка, какая-то челюсть, какой-то череп. Наверняка челюсть действительно от обезьяны, череп от человека, и так оно что характерно и было. Но связи между ними, наверное, никакой нет. И действительно никакой нет. То есть антропологи, которые рассуждали здраво, они видели, что что-то здесь не так. А как нам-то теперь понятно, предки наши сидели в это время в Африке. Но в Африке в тот момент, в 19-м, в начале 20-го века, не было антропологов, которые бы там, собственно, копались и что-то такое нашли. Но потом и там антропологи появились, ну, и европейские стали туда кататься. И вот этот куст человечества стал ветвиться со страшной силой. И стало понятно, что эти древние люди, они растянулись на какой-то безумный промежуток времени. А еще, кстати, да, такая была же проблема, не было абсолютно датировок до некоторого момента. И никто не знал, сколько времени занимали вот эти этапы. Ну, когда жили неандертальцы? 5 тысяч лет назад, 10, 100. Это вот совсем неоднозначный такой вопрос, потому что, ну, как вы себе представляете, вот пещера, да, лежит земля. Как вы узнаете, когда эта земля там появилась? И там скелет неандертальцы. Может, вчера, а может, 100 тысяч лет назад, а может, 3 миллиона. И представления вообще о возрасте Земли были крайне туманные. И уже только в середине 20 века с появлением абсолютных методов датирования, ну, для начала радиоуглеродные, а потом подъехали там всякие другие, стало возможно это разложить. И вдруг обнаружилось, что вся эта история – это огромные миллионы лет. И те же там неандертальцы считали, что там несколько тысяч, да, а оказалось там 50-100 тысяч лет назад. Пятикантропы, которые датировались тоже назад, там 30 тысяч лет, оказались там полумиллиона, миллион лет. Ну, то есть там на порядке сдвинулись цифры. И, естественно, на таких интервалах времени, да плюс еще география как-то вдруг расширилась из Европы, да, на всю Евразию, Африку. Ну, там всякая Австралия, Америка тоже пытались влезть, но понятно, что они изолированы. Вероятность того, что вот была такая прям лесенка однозначная без каких-то там отклонений особых, ну, чисто математически такого быть не может. Потому что древние люди – это не то, что прям какая-то компания, да, которая вот эволюционировала прям там строго 15 человек и из поколения в поколение там в нас превращались. А это было много таких компаний, которые на месте не сидели. Это были охотники-собиратели, они бегали вза-вперед. Вот, времени у них было для эволюции вполне себе достаточно. Климат менялся, что тоже, кстати говоря, в 19 веке еще было далеко не очевидно. Там Райль только создавал историческую геологию. И вообще сама идея, что, оказывается, климат в древности был не такой, как сейчас. Она была вообще меганноваторской. А к середине 20 века оказалось, что это как бы очевидная вещь. Что, ну, странно даже как-то представлять, что мир был такой же. И в разном климате, в разном окружении люди сильно менялись. И вдруг выяснилось, что почти все ранее найденные древние люди, они, в общем-то, как бы не очень наши предки. И вот те самые неандертальцы оказались, самые поздние из них, практически синхронные с самыми первыми кроманьонцами. Пяти кантропы оказались какие-то совсем уклоняющиеся большей частью. Ну, те, которые азиатские. Там вот на Яве, в Китае есть на антропы. А стал возник вопрос, где же наши предки. Было несколько концепций. В частности, полицентризм, согласно которому современные люди возникали одновременно в разных местах. И к этому подтягивали как бы факты, что вот смотрите, например, у синантропов из Китая, из окрестностей Пекина, лопатообразные резцы. Ну, это вот передние зубы, а сзади ямочка такая. И у современных монголоидов, у тех же китайцев, например, тоже лопатообразные резцы. Ну, значит, синантропы – это предки китайцев. А у неандертальцев, например, очень широкая кисть. И у европейцев очень широкая кисть. Ну, значит, неандертальцы – предки европеоидов. Ну, ничего, что у неандертальцев тоже лопатообразные резцы. И это как-то тут не верится вообще ни разу. Но как бы мы про это тупо проигнорируем. И вот это была полицентрическая версия, что разные, ну, по сути, как бы расы современного человека возникли из разных видов людей. А альтернативой был моноцентризм, согласно которому наш вид возник на какой-то ограниченной территории. Но, правда, в качестве такой территории что только не называлось. И там Центральная Азия – это очень модно было. Там все, там, и Рерих, кто катался, да, там Шамбалу искали. Ну, в Центральной Азии было некое загадочное место, куда можно было заселить кого угодно, в принципе. От каких-то там загадочных ариев, там, инопланетян, там, чего угодно, да. И предков тоже туда же. Даже в Южной Америке искали наших предков. Вот. И Конан Дойль писал, и все, кому не лень, как бы, вот в Южной Америке. Там был такой местный палеонтолог Амигина, который находил массу всего интересного. Там палеонтология богатейшая. Описал какие-то тысячи видов. И в том числе кучу, как бы, древних людей. Правда, потом выяснилось, что это современные индейцы. Ну, их черепа, как бы, да. Но это, как бы, не беда. В Австралии пытались найти. Но там уж совсем было странно, потому что, ну, и кенгуру, и кал, как-то, человеку произойти все же проблематично. Ну, вот. Но такие концепции, тем не менее, тоже были. И что только не называлось. Но все больше, чем больше данных было, да, склонялось мнение, что это было где-то в районе то ли Африки, то ли Европы, то ли Ближнего Востока. Ну, вот мнение туда-сюда гуляло. Но где-то с 20-30-х годов пошли находки массовые из Африки в большом количестве. И уже к концу 20-го века, то есть это заняло как бы не вдруг и не сразу время, да, в размышлениях антропологов, появилась убежденность, что все-таки, видимо, это Африка. Ну, и может быть, какие-то южные окраины Евразии, ну, такие юго-западные. А уже в начале 21-го века появилась еще, к тому же, и палеогенетика. Когда расшифровали мало того, что геном современного человека, так еще подъехал геном неандертальцев. И тут вдруг обнаружилось, что не только сапиенсы-неандертальцы были, а в Азии были какие-то еще и денисовцы. Ну, это вот прямо сейчас их открывают фактически, да. Ну, а потом пошли какие-то странные находки на островах в Индонезии. А в самой Африке тоже нашлись какие-то непонятные персонажи. И в виде генетики у современных людей, то есть у современных некоторых групп африканских, нашлись генетические последовательности, которые не сапиентные, не неандертальские, вообще непонятно чьи. Ну, вот у нас нету таких аналогов. Но, то есть потомство было, но это непонятно кто. И тут подъехали находки в Южной Африке, хомоноледи, ну, это буквально вот уже там несколько лет назад. Какой-то странный, загадочный вид, который жил еще 300 тысяч лет назад. А это не так уж давно. То есть это время, когда уже почти сапиенцы были в той же самой Африке. И вот какие-то человечки, там полтора метра ростом, с очень маленькими мозгами, как у шимпанзе фактически, может, там чуть побольше. Ну, вот и выяснилось, что этих самых предков и пращуров, как бы таких предшественников, да, было весьма-весьма многое. Но генеральная линия, вот прям совсем от обезьяны-обезьяны до совсем человека-человека, она имеется только в Африке. А в других местах все время есть какие-то дырки, разрывы и какие-то уклоняющиеся формы. И вот эта концепция моноцентризма или концепция замещения, по-другому называется, африканского происхождения возобладала, но с поправочкой, что все-таки некоторая примесь была. По выходе из Африки наши предки смешались с неандертальцами, потом они еще с ними смешивались отдельно в Азии, может быть, еще и в Европе. Еще в Азии к ним добавилось немножко денисовцев, но это как бы не для всех сапиенсов, а для самых одаренных. И еще неизвестно кто, пока до сих пор непонятно, и про них вот регулярно статьи выходят, вот две недели назад была очередная, примешивались еще и в Африке. И вообще нет ни малейших сомнений, что были еще и другие. Потому что у тех же денисовцев нашлась примесь не только сапиенсов, неандертальцев. То есть у сапиенсов есть примесь и неандертальцев, и денисовцев, у денисовцев есть примесь неандертальцев, и у денисовцев же есть примесь неизвестная кого тоже. Но как бы уже не та, что в Африке, а какая-то еще другая, чисто такая вот азиатская какая-то, неизвестная кого. Причем сами денисовцы оказались разные, как бы, видимо, и на юге, на севере. Неандертальцы тоже оказались в нескольких версиях. Ну и нет ни малейших сомнений просто по черепам даже глядя, что и сапиенсы первые тоже были весьма разнообразны. То есть, наша эволюция – это не просто такие сменяющие друг друга ступеньки, а сетка с такой более-менее генеральной стволовой линией, такой как ствол толстый, но оплетённой лианами, которые периодически туда вливаются, выливаются. Это вот эти все боковые человечества. Ну, для нас боковые. С точки зрения денисов, наверное, всё не так немножко выглядело. Но теперь есть мы сапиенсы, поэтому мы можем считать, что мы центральные, а они боковые. И вот эти другие человечества, ещё нет ни малейших сомнений, что будут ещё обнаруживаться. Ну, правда, наверное, с чуть-чуть замедленными темпами, потому что планета не резиновая, и, в принципе, основу мы уже понакопали. То есть, где наши предки мы теперь более-менее знаем, про неандертальцев денисов более-менее представляем. Ну, хотя есть ещё задело. У нас, допустим, Сибирь практически не изучена. Ну, вот на Алтае там этих денисов нашли, а что с севера не творилось, вообще никто не в курсе. То есть, орудия-то есть, люди там точно жили, стоянки имеются. А костей пока не найдено. Ну, не повезло. Но, учитывая, что там ещё вечная мерзлота, вообще как бы не исключено, что где-нибудь ещё и замороженного найдут. Вот это будет сенсация. А ещё есть Индонезия. Там вот нашли на данный момент два хороших ископаемых вида, которые как бы вот сами по себе. Это хоббиты, так называемые, хомофлорисиенси на Флорисе. Это юго-восточная Индонезия. И на Лусоне, это Северные Филиппины, там Хомо-Лусонинс в 2019 году нашли. Но там этих островов несколько тысяч. И есть на некоторых орудиях, то есть, люди там точно жили. Опять же, дело за малым найти. Но, учитывая, что островов несколько тысяч антропологов и археологов, которые докопают от силы несколько десятков, то ещё есть где поискать и что найти. Вот из тех же хоббитов на Флорисе уже пытались как минимум два раза достать генетику, но ДНК, видимо, или не схоронилось, или пока её не могут никак достать, потому что деградирует очень сильно при большой температуре. Ну, плюс там бактериальное заражение, понятно. Плюс влажное. То есть, с этим проблемы. Но, учитывая, что палеогенетика появилась в принципе лет 10 назад, ну, так округлённо, ну, у меня мышление-то там плюс-минус 5 тысяч лет, поэтому, в принципе, там 10-15, это без разницы. Но недавно, короче говоря, и ещё там 30 лет назад, тут я учился когда, да, никто и подумать не мог, что вообще генетику из костей, из неандертальцев, каких-то там денисовцев, что это всё такое, то есть, мысли такой не возникало. А теперь это уже как бы само собой. Поэтому есть оптимистичное мнение, что мы что-нибудь ещё изобретём. Ну, то есть, ДНК открыли-то ещё, первооткрыватель ДНК, вот он, живой, как бы, да, то есть, это как бы не какие-то там доисторические времена, а мы уже из неандертальцев достаём. И поэтому, может быть, какие-то новые супер-пупер-методики, появятся, которые позволят не только ДНК достать, а что-нибудь ещё. Вот буквально в прошлом году появилась новая методика палеопротеомика. Ну, в принципе, она уже с намётками была, но сейчас вот она прям поднимается. То есть, это добывание не генетики, а белков. Это сложнее, на самом деле, хитрее делается, но тоже можно. И белки лучше сохраняются. То есть, белки-то можно потенциально доставать хоть из австралопитеков, ну, если позволит сохранность. И это позволит нам заглянуть так сильно дальше в глубину времён. Вот хотя я-то, как антрополог такой классический, на это немножко со стороны смотрю, и вижу, что всё-таки морфологию не пропьёшь. То есть, морфология – это строение черепа, классика жанра, циркуля железная, что всё это померить, посчитать. И эти данные тоже никуда не деваются. Не надо всё сводить чисто к генам или к белкам. Всё-таки итог формирования – это организм, и его мы изучаем таки по костям, потому что они просто банально сохраняются. Из них тоже масса всего ещё можно узнать. Вот сейчас, например, томография развивается, и с помощью томографии можно узнать такие детали, которые раньше было невозможно. Ну, например, подъязычная кость в кибаре у неандертальца была найдена, и пытались понять, говорили, не говорили, но по внешнему строению непонятно. Сделали микротомографию тробикулярной структуры, и по тому, как расположены вот эти перемычки костяные внутри подъязычной кости, определили, как напрягались голосовые мышцы, и, стало быть, узнали, что неандертальцы говорили. Ну, что говорили, пока мы ещё так не можем узнать, но, глядишь, услышим. Нет, ну, нет, на самом деле оно так. Просто в школьном учебнике положено всё упрощать. И упрощено там, кстати, достаточно грамотно. Но тема интереснее, как бы не надо останавливаться на школьной программе. Имеется в виду, что в школе человек узнаёт какие-то базовые основы на уровне четвёртого класса, но не имеется в виду, что человек застрянет на уровне четвёртого класса. А дальше можно читать книжки. Кстати, в советское время были чудесные книги про соведение, тоже Рогинского, Неструха и там всяких других. Кстати, сейчас таких нету. Сейчас про соведение, только мои, по-моему, книжки на русском языке, в общем, адекватные есть. Ну, на самом деле, вот здесь как раз палеогенетика сработала на ура. Потому что до практически совсем недавнего времени, там, последних буквально пяти, наверное, лет, цвет волос, глаз и кожи древних людей был неизвестен. И, ну, как-то по умолчанию, скажем, вот те, кто рисовал древних людей, там, Буриан тот же самый, да, рисовали кроманьонцев прям такими европейцами светлокожими, неандертальцев тоже какими-то такими серовато-бурыми какими-то непонятными. Ну, а если про тропики, там вообще их редко изображали, ну, они как бы тёмные, да. А палеогенетика показала, что нет, вовсе как-то и не так. И все древние люди, вот до времени 7 тысяч лет назад, пока как их смотрели, поголовно оказываются темнокожие, темноволосые и почти все темноглазые, там, за редчайшими исключениями. Там парочка неандертальцев ещё рыжие вроде бы оказались. Ну, это как бы не про нас, а про неандертальцев. А сапиенсы все тёмные. И, насколько сейчас понятно, какая-то более-менее светлость появилась, ну, в таком значимом проценте среди сапиенсов наших предков примерно 7 тысяч лет назад с появлением уже неолитического хозяйства. И одна из ключевых идей, почему так оно получилось, в том, что тёмный цвет кожи защищает от ультрафиолета кожу. Ну, а волосы, глаза, как бы, до кучи туда же идут. И на севере, в принципе, это как бы не так вроде бы и нужно, ну, почему бы и нет, как бы генетика такая. А поскольку они ещё питались тому же рыбой и оленями постоянно, то с витамином D у них проблем не было. А вот в тот момент, когда они перешли к производящему хозяйству и стали растить какую-то там пшеницу, пастикоз, рыбу ловить перестали массово, олени тоже перестали ловить, ну, олени вообще укочевали куда-то там в тундру. Потепление, да, ледники кончились. Начались проблемы с витамином D, потому что для того, чтобы в коже вырабатывался витамин D, нужен ультрафиолет, и тёмная кожа его не пускает. У темнокожих людей на севере есть проблемы с этим, с рахитом, соответственно, с остеомоляцией. И люди стали резко светлеть, то есть мутации, дающие светлую кожу, оказались выгодные и полезные. Эти люди стали меньше болеть, лучше выжать. И отбор такой довольно жёсткий пошёл. Ну, может, там не только витамин D, конечно, дело, это как бы вопрос. Но как минимум две такие мутации было, ну, вернее, мутаций много, но два таких центра как бы этих мутаций у европеоидов своя, монголоидов своя. То есть на самом деле светлая кожа монголоидов и европеоидов – это не совсем одинаковая светлая кожа. Это два разных варианта. А что прикольно, в Африке у некоторых кожа ещё больше потемнело. То есть, например, в Южном Судане они стали ещё более чёрные, чем как бы обычные стандартные негроиды. Потому что там совсем инсталляция и плохо, там прям жесть. Ну, вот я год назад в экспедиции там был, мы были в декабре, это самая такая холодная прям зима в Судане. Я сгорел прям, вот ожог у меня был на руке, я ещё не самый был пострадавший в этой экспедиции. Притом, что ходил всё время там замотавшиеся такие рубашки, там шапки всё такое, ну, как бы от солнца закрытые. Вот, но цвет менялся, и поэтому наши предки, которые жили, скажем, там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, они были все тёмные. Но есть такая тонкость, что темнокожий не значит негроидный, потому что часто у людей такой стереотип, что раз чёрный, значит негр. Нет, так это не работает. Темнокожность была у предков, видимо, там с каких-то австралопитековых времён, ну, мы точно не знаем, но так из логики исходя. Ну, по крайней мере, у всех древних сапиенсов. Мало того, что индусы, есть австралийский абориген, то вот эти все древние... Нет, ну, они не очень тёмные, прям скажем, но неважно. Вот эти древние карманьонцы, они по форме лица, там носа, челюстей и всё прочее, они не были негроидами. И даже более того, в самой Африке люди, жившие, скажем, 20-30 тысяч лет назад, они не были похожи на современных негров. То есть они были другие. Люди менялись везде. И в Африке, по некоторым параметрам, они в Африке поменялись ещё и больше, чем в Европе. Ещё есть такой интересный момент, что если группа какая-то маленькая и живёт изолирована достаточно от других, она может больше поменяться, чем большие группы. Ну, например, если у нас есть миллиард китайцев, и они там черноволосые, да, то вероятность того, что китайцы станут рыжими, она нулевая. То есть сколько угодно там будет этих мутантов рыжих китайцев, да, и не возникают эти мутации в любом случае. Но даже если у этого рыжеволосого китайца будет там 100 детей, а у остальных по одному, в масштабах миллиона, миллиардов в смысле, да, китайцев, это вообще как бы ни о чём. То есть китайцы не поражают никогда. А если эта группа, сидящая на острове, их там всего 10 человек, это уже как в Ирландии фактически. И одна мутация может поменять всю популяцию в течение одного поколения буквально. Вот в следующем поколении все будут рыжие моментально. И поскольку наши предки жили всегда в условиях вот такой маленькой численности, то есть эти охотники были там группки, да, там по 20 человек, ну там от силы 50, просто больше бы они не прокормились банально, то они очень быстро менялись. И поэтому вот эти древние наши предки, они не такие, как сейчас. Расы не возникли в какой-то один прям момент времени и с тех пор не менялись, такого не было никогда. Они и раньше менялись, они и сейчас меняются, но сейчас они как раз, может быть, даже меньше немножко меняются, потому что сейчас слишком большие численности. У нас индивидуальные особенности, они на общем фоне как бы теряются. У нас индивидуальность расплывается, а в древности это был большой вес. Там же делались генетические анализы, ну вот сколько-то там лет назад, ну не очень давно, специально смотрели, чем у них вызван вот этот светлый цвет волос. Оказалось, у них своя мутация, которая не такая, как у европеоидов, она, собственно, своя личная. И скорее всего таких мутаций, в общем-то, и больше, потому что не всех проверяли. Скажем, австралийских аборигенов тоже регулярно бывают светлые волосы, а там никто просто не смотрел до сих пор. Ну и еще такие специфические проблемы, что, во-первых, не всегда эти аборигены хотят изучаться, а во-вторых, не всегда они бывают в чистокровном состоянии. Аборигенов там несколько тысяч человек, они все уже настолько митисированные, что из них как бы понять, что там было, что стало. Ну, есть всегда финтушами, то есть, во-первых, есть коллекции, то есть, когда, например, выделяли ДНК австралийских аборигенов, ее выделяли из волос, которые там чуть ли не лично Кук срезал еще там в каком-то, чуть ли не 17 веке. Ну, нет, ну, Кук они не в Австралии съели, его на Гавайях съели, ну, я уж там не уверен, что это лично Кук был, конечно, но какие-то там первые англичане, кто-то там голландцы приплывали, вот они коллекции собирали, этнографические всякие другие, там даже не обязательно это должно быть просто срезано из головы, да, это может быть какой-нибудь там каменный топор, обмотанный человеческими волосами, запросто всякие там этнографические диковинки бывают, и из них тоже можно ДНК выделять, в чем проблема. И, собственно, это и делается. А там уж они точно нечистокровные, то есть, это самое такое открытие еще континента, и это можно выделять. Но иногда вот аборигены против бывают, иногда с этим сложности возникают. В этом смысле иногда бывает вот хорошо, так зависть такая гложет, как вот в прошлом было. Ну, правда, у антропологов прошлого были свои тоже представления о том, как можно, как нельзя. Меня очень порадовала цитата, ну, там, этот кусочек из писем этих дневников Миклуха Маклая как-то так звучит, что «Как часто приходится антропологу завидовать зоологу, который может убить или приказать убить материал для своих исследований в XIX веке». Ну, вот, ну, сарказм, не надо никого не убивать, сразу говорю. Но вот, а сейчас и подавно, то есть, сейчас с антропологом жить нелегко. То есть, тот же Миклуха Маклая, он подходил к папуасу и измерял, а теперь надо собрать информированное согласие на языке, там, понятном ему, а на каком языке он говорит, нам никто не знает вообще, вот, и сейчас с этим сложности. Но антропологи преодолевают. Ну, Миклуха Маклая, он был какой-то редкостный пофигист, то есть, если почитать его дневники, это что-то с чем-то было. А другие некоторые получали, то есть, довольно много так и сгинуло таких вот исследователей в никуда. Вот, ну, как, смотря какие исследователи, мне, например, показывали чудесные инструкции английские, как надо изучать дикарей. Что там, надо иметь как минимум два помощника, в одной руке вы должны держать какие-нибудь бусы, в другой руке ружьё. Значит, даёте этому товарищу, там, изучаемому, значит, бусы, а ваши сотрудники, они неожиданно бросаются на него с боков, вяжут его верёвками, прижимают к земле, тут вы, значит, не выпуская ружьё, измеряете ему голову, отходите на безопасное расстояние, а потом, значит, приказываете его отпустить. И пятясь, как бы, не оборачиваясь, уходите в кусты. Вот, как бы, инструкции 19 века, как надо изучать коренные народы. Вот, но не забудьте его поблагодарить, подарить ему бусы, там, всё такое, это как бы, чтобы он, как бы, остался в хорошем впечатлении, что, вот, белые люди, они тоже добрые. Ну, Маори с ними свой подход нашли, их огненная вода, как бы, взяла. То есть, ко всем свой подход надо иметь. На самом деле, вот этот вопрос о том, что цивилизация, там, злая, плохая, пришла, всё там, коренные народы разрушила, это такой тоже полумиф. То есть, во всём есть минусы, есть плюсы. Ну, вот, недавно я, например, подряд прочитал несколько книжек про индейцев в Северной Америке. И когда читаешь писания, написанные, там, в 18-м ещё веке, в 19-м веке, причём и, как бы, индейцами, и путешественниками нашими, ну, в смысле, и нашими этими английскими, да, европеоидными, там всё время описывается бесконечная какая-то резня. То есть, они всё время друг друга вырезали, ну, просто безостановочно. Причём ещё такие не очень контактные индейцы, то есть, европейцы там, как бы, и не при делах. У них свои между собой разборки. А потом я читаю книгу уже 20-го века, написанную индейцем, который жил в резервации. Он 1900-го года рождения, и вот он весь 20-й век, значит, жил. И у него прям там, мы такие мирные, мы всех любим, мы ни с кем не воюем. Конечно, вы не воюете, вас сто лет загоняли в резервацию, с кем бы вы там воевали в резервации. Ну, вот, и теперь они, значит, эти самые индейцы вспоминают, какие они были хорошие, как они, значит, какие были там миролюбивые, любили природу, разговаривали с птичками, били в бубен там только исключительно, да. Ну, а потом уже и начинаются мультики Диснея, там все дела. Всегда стоит почитать, как было на самом деле из первоисточников. Люди, они везде люди. Хоть это папуасы, хоть золусы, без разницы, абсолютно. Ну, масштаб, ясное дело, меняется, и некоторые цели. Но вот рассказывать, что там кто-то бедный пострадал, ну, такие без сомнения были. Ну, скажем, тасманийцев действительно жалко. Они, конечно, тоже там друг друга понемножку резали, но их вырезали уж совсем сурово. То есть, их просто тупо не осталось. А некоторые сами очень активно в этом участвовали. Ну, те же самые индейцы, они в основном друг друга вырезали. И как бы в некоторых местах, вот в Канаде, там европейцы-то их особо и не притесняли даже. Просто понемножку спаивали и торговали. Вот, индейцы сами спились и друг друга перестреляли. Вполне успешно. Но, на самом деле, тут тоже есть повод обвинить белых, потому что маориам про острова Чистемы Мариорий рассказывали такие белые торговцы, которые туда смотались, и маори приплыли на европейском корабле, который они там где-то захватили. Ну, и сейчас ведь, на самом деле, скажем, у папуасов на Новой Гвинеи главная причина смертности мужчин – это убийство со стороны других мужчин. Вот, как бы, неолит. Счастливый такой, сельский стиль, такой добрый, мирный, хороший. А если посмотреть на стоянки неолитические, там, хоть из Европы, там, хоть откуда, это же вообще жесть какая-то, то есть, они там все с каннибализмом, все какие-то с проломленными головами, причём это неважно, Африка, Европа, Китай. Вот, и в этом смысле как раз очень полезно изучать палеоантропологию, понимая, что как хорошо мы сейчас живём. Это же просто, то есть, вероятность того, что всё-таки вот кого-то из нас убьют или съедят, она катастрофически стремится к нулю. То есть, она, конечно, не нулевая до сих пор, но очень маленькая. А вот у древних людей, ну, там, это основная причина смертности просто банальная. Ну, там, для женщин чуть не так, но у женщин, там, в основном, они от родов умирали, инфекции и просто, как бы, тягот жизненных. Так что мы сейчас просто очень хорошо живём. Ну, у сарматов, например, количество травм боевых, включая, там, младенцев, женщин без разницы, больше, чем в Великой Отечественной войне у нас. То есть, вот при всех этих бомбёжках, пушках, там, всем, чем угодно, травм меньше, чем у сарматов, которые вот такие, там, то есть, чтобы человека прибить, как бы... Причём это ещё, заметьте, те травмы, которые мы фиксируем на костях. А огромное количество мы не можем зафиксировать, потому что, ну, человеку можно пропороть насквозь копьём, да, и на костях, конечно. Вот, и таких тоже ещё там накинуть надо в два раза больше, на самом-то деле. А там какой-то процент, что-то там под 40 процентов, там, с травмами, то есть, какой-то ужас просто. Ну, даже самые такие вот пасторальные австралийские аборигены. Там есть могильники, где количество сквозных ранений на женских черепах 75, что ли, процентов, ну, там, больше 70. То есть, больше половины женщин, что так хорошо, больше половины, то есть, сколько, 3 четвёртых, со сквозными дырками в головах, прижизненными, заросшими. Это они даже и не то чтобы соседи, а просто друг друга. Как бы, ну, если это на женских черепах, то это с большой вероятностью мужчины их, собственно, дубасили. Что характерно, и часто бывает, как раз у мужчин меньше травм таких вот черепных, особенно переломов носа, чем у женщин. Сковородок не было тогда. Да, сковородок не было, а как бы дубины у мужчин были. Про австралийских аборигенов тоже всем советую почитать. Такие замечательные описания. Более того, не только пасторальность тут же дело, да, а если почитать главный мотив описаний вот всех этих там собирателей, охотников, это то, что где бы найти пожрать. То есть, вот там всё описание жизни. Я убил оленя, я убил там кенгуру, ну, в зависимости от климата и местности, да. Я пошёл там, добыл бобра, я там наохотился на кого-то. Это всё время поиски еды, безостановочная. И то они едят от пуза, то голодают там по неделям. Потом снова обжираются, потом снова голодают. И регулярно кто-то умирает с голоду.